так ну теперь скиппинг это нужно ну это вот такое в действии как бы когда приманка вот так вот прыгает от воды из буквально стелиться над ней нужно для того чтобы это улетела ну под какие-то нависшие кусты такие вот места куда обычный способ не забросишь а так вот по сути это такой же точно бросок из-под руки только буквально он летит не на 2 дуя примут прыгать по воде то помните что здесь это сам скиппинг это не самоцельно просто забросить куда нам надо они задача сделать как много прыжков поэтому для того чтобы так забрасывать надо просто траекторию видеть а будет она прыгать не будет это не имеет значения я сейчас делал что прогул для наглядности но это не обязательно здесь ключевое именно сама приманка вот это не очень подходящая желательно чтобы было силиконовые и что такое вот объемное это хорошо прыгает то есть поверхность должна быть если это будет какая-то блесна или воблер тут просто воткнется у вас может один раз прыгнет еще и борода здесь будет это не то что хочется тогда чтоб бород не было ну контроль шпуле пальцем другого пути здесь нету иначе если не проконтролировать и так делать это сто процентов чем такая серьезная поэтому обязательно контроль пальцем подъем прямо высокий чтоб не дать и утонуть да здесь ему дали а так это ситуативная вещь можно научиться единственное что удилище должно быть у меня 220 это длинноватая желательно метра два может даже метр девяносто так поудобнее будет и быстрого или супер быстро устроя не такой не совсем гибкой мягкой всем привет сегодня будет выпуск посвящен вот байт кастингу и техникам здесь будет много иностранных слов давайте сразу определимся в терминах значит в английском тукаст это вот кидать бэйт это приманка поэтому вот получается что байт кастер это устройство для метания приманок байт кастинг это сам процесс метания этих приманок у нас для сокращения обычно называют мультипликаторная катушка там говорят ловлю мультом или ловлю кастингом как бы там не было это подразумевается одно и то же то есть байт кастер это вот это все это устройство мультипликаторная катушка плюс специальное удилище похоже на спиннинговая но с таким специальным курком чтобы удобнее держать было теперь давайте покажу уже системного всякие разные техники и там дальше вы поймете в чем тут отличие от спиннинга как этим пользоваться основное отличие в том что немножко другое устройство намотки для того чтобы не отпустить эту приманку мне достаточно только тот клавишу нажать ну и первая техника она маятниковый заброс применяйте ее всегда когда надо кидать ну где-то в районе 10 метров 10 может быть 15 но недалеко всегда ее когда есть возможность лучше применять потому что она невероятно точная то есть обычно ее используют когда вот когда надо кидать ну как-то вот совсем недалеко на границу с растительностью там в окна какого-то коряжника вот такие места очень удобно когда идешь вдоль берега и кидаешь недалеко и очень удобно особенно вот практически вот такой ситуации только эта техника применяется когда вы допустим едете на лодке вдоль вот этих вот прибрежных зарослей подкидываете приманку здесь плюс в чем что очень-очень мягкий заброс здесь надо обеспечить чтобы приманка летела практически над водой а в конце еще тормозить эту шпулю чтобы совсем мягко это упало на мелководье тоже это очень полезно чтобы не распугать рыбу делается это вот так вот и подматываем и в чем тут отличие от спиннинга потому что знаете мне вот не нужно открывать какую-то скобу без конца ловить палец на палец леску то есть я это могу вот либо если допустим на слишком высоко получилось я хочу пониже отпустить опять мне не надо какую скобу открывать что там какие-то обратные вращения придумывать а просто нажал эту клавишу она подвинулась так как мне надо вот свист я всегда оставляю где-то в районе вот чуть выше катушки мне так удобнее я так обращаю внимание что такой связь ну вот передней может быть части катушки это вот так но не ниже что если очень слишком низко она может там удаляться землю а воду если будет слишком высоко она может дернуться опять-таки бороды здесь образоваться ну либо сам заброс неточный потому что точно достигается в основном за счет на первых ты видишь как она плавно летит и контролем и удилищем за счет его подъема или контроля этой школе я делаю вот так вот что тут важно что первое развернуть руку вот так чтобы обеспечить вот это вот более до движения намного выше и лучше контролируется вот такое чем вот так поэтому к опускается вот так вот дальше развожу вот эту сторону удилища смотрит как бы практически вниз и бог руку можно не поднимать если есть возможность вот там свободное что-то такое есть и в момент заброса нужно постоянно держать вот резко в натяжении чтобы приманка летела над над водой и только самый последний момент поднимать руку ну примерно локоть до плеча вот так но теперь переходим к основным забросам более далеким здесь есть несколько таких тонкостей и секретов вот как это правильно кидать здесь очень важна единообразность рыбалка она долго и долго и дело знаете если вы будете делать постоянно разное движение вы никогда точности не достигнете потому что этой штуки будет кастера самое главное это точность если точность не нужна можно использовать спине он проще поэтому здесь все должно быть очень единообразно и подготовка должна быть по системе биомеханически так как верными движениями то есть вот мы делаем связь он тоже должен быть единообразный всегда вот при этих запросах что сейчас покажу обычно вот когда слишком коротко это неудобно так плохо эту приманку чувствуешь точности нету если слишком низко это может как цепляться за землю там еще что убийца от кусты я делаю вот так вот это сантиметров там 30-40 вы можете подобрать как вам удобно зависимости от того какое у вас удилище дальше я буду кидать обычным вот таким боковым забросом но они вот эти забросы они могут делаться на самом деле под любым углом то есть по сути сверху сбоку прямо по часовой стрелке слева и справа как угодно но суть у них одна и как она делает как это делается сейчас боковой загруз покажу он очень удобен потому что он далекий точный и он помогает пробивать ветер то есть приманку будет меньше сносить плюс подача более мягкая за счет контроля этой школе но из-за того что он не слишком высоко летит делать надо вот так вот что вначале вот я очень рекомендую делать именно как я показываю потому что если вы будете делать всякие по наитию всякие разные движения то как-то руками махать там то приседать гнуться вот это все будет вам мешать потому что это паразитное движение которое сбивает с толку и постоянно вот то туда-то сюда будет летать поэтому первое базовое движение здесь бросок происходит покрыть практически одной кистью ничего тут больше не нужно не приседать не все плечи ровно стоим прямо вот куда смотрим удобно никаких изгибов ничего не должно быть локти прямо прижаты вот к корпусу и по сути здесь основной точностью заброс само это движение делает только вот эта передняя рука правая она просто подтягивает эту кайту она добавляет ну на 3 удобно держать легче в так она силой добавляет когда тащит на себя поначалу она принципе вам даже мешать будет поэтому начинаете с одной руки вот прижали прямо локоть размахнулись вот так вот и кинули на середину реки вот и кидают и к этой траве основное движение это вот этой рукой я как бы восьмерку описываю вот эта рука на посту усилить все забросы делаются и единообразным плавным движением в отличие от спиннинга по причине того что здесь вот этого шпуля она если делать резко резкую остановку или слишком резкое движение вначале может начать слишком сильно крутиться здесь вот все перехлестнется и будет бороды поэтому здесь движение они больше похожи на какой-то порез то есть это не такое топорное движение что хрест и остановил и тогда начинает крутиться и запутываться здесь движение всегда единообразные и слитное это во первых помогает лучше почувствовать эту приманку для точности во вторых помогает избежать вот этих перехлестов бород и всего такого поэтому очень просто встали одной рукой одной кистью размахнулись одним движением глаза фокуса на цели вот я вот кидать вот к этой траве на середине реки на видно фокус на ней периферическое зрение как при стрельбе просто отслеживать все остальное очень просто будут какие-то приседания махания руками это все будет мешать вот точности здесь вот я кидаю куда захочу вообще когда отпускать эту катушку эту шпулю при забросе тут сами подберете потому что если отпущу слишком поздно она улетит как бы левее меня но если отпущу слишком рано она улетит правее меня подобрать на так чтобы она улетала туда куда вы хотите сейчас пускал отпустил рано она улетела бог здесь есть еще одна тонкость вот прямо вот это секрет прямо вот если вы видите каких-то японцев там американцев кто очень точно кидает это не потому что они там это какие-то особо одаренные они просто знают эту методику подготовки потому что у них есть традиции этого дела у нас это все в основном по наличию там максимум что я в интернете нас нашел это вот просто тут наводки стоит и показывает оптом что-то вот такое вот этого как раз не надо сделать потому что это как раз это рубище и движение которого проблема будет приводить и точности вообще-то никогда не достигнете и секрет за всем в чем заключается что неважно вот я кидаю на начало вот этой травы вот ну то есть трава вот она где начинается то есть близко ну тут точно скажешь еще достигают с тем что просто тушку и торможу я не боюсь прилетов недолетов как на спиннинге там как-то закрывать быстро под подлазить туда резко это не останавливается это может очень плавно остановиться вот что я кидаю близко что я кидаю далеко вот туда на центр я делаю это единым одинаковым движением то есть дальность заброса определяется тем насколько я торможу эту шпулю вот это очень важно потому что если вы будете близко кидать как-то вот еле-еле а туда уже сильно это все разное движение то есть вы получать балку очень долго длится и вот если вы каждый раз делаете разное движение вы разное движение тренируете это хаос получается а когда вы тренируете там за рубалку бывает там сотни этих запросов делаешь а тренируешься в одно движение кстати как вы растете при этом так вы наработаете точность и все остальное очень быстро если вы будете каждый раз по-разному кидать на то чтобы какой-то результат пришел в основном коды все этого в этом главный секрет теперь вот тоже самое можно кидать и там почти за головы за головы то есть это все это все одно и то же просто тут я замахиваюсь вот так отпускают на час на два то есть абсолютно такое же дело просто повыше детей то есть вот этот короткий заброс когда мы по сути одними прижатыми локтями корпусу без всяких паразитных движений просто закидываем он самый точный но что делать если мы хотим прям кидать далеко и вообще все усиления использовать вот их просто очень надо верно использовать и вовремя это я сразу скажу это сложное движение она требует очень высокой координации к нему переходить лучше вот после полного освоения вот это вот что я показал когда будет идеально получаться когда вы будете там тормозить как нужно вот там захотели вот к середине травы подбросить вот туда прям точно кинули с точностью там 10 сантиметров вот тогда переходите ничего вас там не путается тогда переходите были вот этим силам и забросы вот как они делаются если хочу силой добавить движение удилища загрузка банка такое же я добавляю допустим вот это вращение корпуса то есть сбоку вот отсюда я добавляю еще вращение корпуса она должна сделать слитно ко всему этому тела там метров на 5 подальше еще одно усиление силовой подшаг то есть это как удар на скачке или там на подшаге сильнее чем с места и поэтому здесь то же самое используется только не забывайте все должно быть в темпу это должно усиливать это удилище то есть надо загрузку банка чувствовать это не делается как-то раздельно то есть я пошагу и скручиваюсь и потом кидают тогда он полетает уже конечно и все но это плавно и режущие движения тут нет никаких стопов остановок ну и самый сильный заброс который даст вам самую сильную бороду самые сложные это силовой подшаг разворот корпуса еще и руками добавляем вот тогда он улетает там совсем далеко ну не забывайте что конечно данный заброс она в основном зависит от приманки которого вас навешанную и от самого удилища потому что кидает именно удилище самое дальнобойное это строя то есть если вот это fast называется умеренно быстрый когда она гнется при сильной нагрузке это вот досюда где-то то среднего строя она будет гнуться буквально досюда и это очень сильно кидает она менее точно хотите кидать именно очень далеко и такая вот допустим вас регион такой где главный дальний заброс точность тут будет страдать но лучше использовать именно вот среднего строя и усилий вот эти вот усиление все использовать очень далеко но вот это дело сложное тут кардинально все отличается от пеннинга потому что есть тут прямо это со свистом махнете еще в темп не попадете со всеми этим усилениями борода будет страшнейшие почему такая что вот ее тут уже распутать будет тяжело когда мы кидаем буквально из-за головы в отличие от спиннинга вот тут смотрите вот эти рукоятка во время вот этого движения по финального она должна смотреть либо вниз либо вверх этой инструкции постоянно тоже пишут об этом потому что если будет вот такой заброс вот так вот это рукоятка может сорваться со стопора заблокируется это шпуля и приманка может отстегнуться основного на что говорят что катушка может пролзиться ну по крайней мере так пишет производитель правильно кидать когда идет вот то есть походу по ходу движения либо от него смотреть то есть когда я кидаю сверху и вот она вниз как бы сейчас смотреть у меня левосторонняя катушка очень часто вы можете увидеть что правшую там американцы японцы прошли используют почему-то правосторонние катушки то есть они кидают как бы также правой рукой на потом перекладывают и мотает правой рукой это традиционно у них пошло потому что раньше эти катушки делались только правосторонние сейчас левосторонние делаются ну так это осталось я тоже раньше использовал использовал правостороннюю сейчас на левосторонние пришел по одной причине что вот воблер они сложные в каком-то там твичинге управление мне важнее делать от правой рукой подматывать левой нет никаких проблем плюс бывает вот когда рыба клюет сразу то есть забросил она тут же клюнула пока ты перекладываешь тут можно не успеть поэтому мне я пришел к мнению что левосторонняя подмотка для меня лучше в принципе у нас в россии так и так все и почти делают да и все то же самое можно делать с левой руки не знаю зачем это надо это может нам понадобится только ситуация если вы это повредили как правую руку там что-то мозоль там рано как поэтому все то же самое только с левой нет удобно делать потому что я такой это обои руки но все-таки справа удобнее вот еще один заброс то есть если сейчас поставили кино как бы справа то есть тоже сам можно делать и слева также размахиваемся также кидаем только слева это удобнее когда когда я хочу кидать башку от туда вот справа от себя а так все то же самое прикладывать прям в левую руку и кидать пресс слева я думаю нет смысла проще тянуть слева на правой рукой большинство мне кажется то удобнее будет положение руки когда я кидаю я по буквально вот так я уже указательным пальцем за этот курок так рычаг удобнее большой пальцем контролирует эту шпулю когда начинаю подматывать я прикладываю так буквально чтобы катушка в руке лежала так удобнее как ты тащить и подсекать чувствительность удилища выше сейчас буду кидать всеми этими техниками для демонстрации ну куда-то недалеко чтобы лучше видно вот рядом с этой ряской вот заброс одной рукой туда же сейчас остальные вот боковой он помогает пробить ветер потому что летит не высоко и по прямой всегда используется причем у него приличная дальность и высокая точность и вот из-под руки вот так летит совсем над землей и позволяет делать и точную и очень мягкую подачу полезно когда вы охотитесь и какой-то очень осторожной рыбой либо ваша приманка достаточно массивная тяжелая ну и через верх видит высоко иногда это нужно особенно вот когда какие диковатые места заросшие берега особенно видишь там бывают камыши какие-то перед тобой видишь окно воды ну и особо так не парись я часто используешь просто летнул прям через верх туда это упало и подматываешь то что там можно зацепиться не особо волнует потому что не зацепляющиеся близна используется ну после этого просмотра то видео может сложиться мнение а нафига я типа купил спиннинг а ты же такая классная штука она там и точность у нее в разы выше и всякие треки можно делать и она катушку дольше служит и толстую леску нужно поставить она типа и не летит так это не влияет на дальность заброса такая классная вещь я там типа спиннинг купил ну вы знаете это не просто так у нас там допустим все спиннингом во-первых спиннинг намного легче освоить все-таки этому учиться надо во вторых представьте что у вас приманка вот такая вот то есть совсем маленькая вот с этой штукой она все достоинства начинают теряться когда речь идет о маленьких весах вот для меня вот кастинговый с нас начинается 10 грамм а лучше даже побольше то есть и выше как ты туда поставил что-то маленькое это все там чуть притормозил эту шпулю она падает многие забросы использовать невозможно вес уже как вот он идет ты уже не чувствуешь точность начинает страдать да можно конечно все сделать как бы спецкатушку какую-то купить и рассчитанную на маленькие веса и чтобы по тесту удилище подходила и будет кидать вроде как ну я говорю достоинства от основных точности байкестер там уже не будет поэтому этот медиум и выше также скорее всего это вам не пригодится если вы какой-то серьезный рыбак который выходит на открытую воду большая вода да и там кроме такого там ах там вам больше ничего не понадобится потому что ну вы смотрите там халат или структука скана потому что у вас есть видеть эту рыбу нигде нигде никаких кустов нету там риска что ты повесишь на ветке приманку нету а кинут там два метра туда или два метра туда да это не суть важно там спиннинг нормально и рисков меньше что вы там тебе запутать вот для такого ну и я не рекомендую байкастер вот вообще никому как бы вот кто серьезно как-то к этому не относится не любит осваивать какие-то новые вещи вот у вас задачи просто вот вы его ведь там раз в году может просто ради развлечения собственного там с ребенком захотели покидать зачем вот эти все сложности с городами там запутываниями спиннинг там конечно могут быть лучшим там заброс тоже простой такой на середину речка там серьезно куда и подмотку простой приманки перед весны тоже вот это все не нужно поэтому для таких задач спиннинг тоже поинтереснее поэтому у нас основался спиннинга вводит как одну бороду поймаешь так у многих сразу от ошибается желание этим заниматься мне лично это надо потому что я вот хожу в виде вот и диковатые места тут все заросшие лодки нету не очень точность нужно прямо и потом я сам по складу своего характера мне нравится найти такой кунг-фу я больше люблю работать как-то с собой осваивать какие-то новые вещи то есть от этого еще кайф и потом когда-то научился навыки бушкал то они с вами на себя это самое как бы ценны и ладно вроде все рассказал если что-то непонятно пишите в комментариях я постараюсь ответить если какую-то новую тему развить тоже можете предложить я всегда к этому прислушиваюсь что-то интересное я это очень ценю спасибо за внимание пока пока